наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну давайте начнем наверное с азии давайте начнем с протестов которые проходят сейчас в гонконге ну и там между собой чик такое напряженный между японии и южной кореи а потом может быть отчасти коснетесь и результатов большой семерки в частности соглашение между японии и сша да как видите действительно у нас на дальнем востоке события происходят достаточно бурные и все это оказывается оказывает непосредственное влияние и на американскую политику и экономику но и на мировое состояние тоже я же опять благодарю полину волкову вернувшуюся мне помогать и собственно говоря начнем наверное с гонконга благо в прошлый раз мы о нем уже немного поговорили там ситуация весьма и весьма сложная и какого-то ни было определенного выхода из нее на данный момент не предвидится поскольку жители гонконга они изначально выступали против появившегося такого закона согласно которому люди должны были припровождаться арестованные задержанные в китай что учитывая систему коммунистического в кавычках правосудия многие видели как попытку китая еще больше подмять под себя гонконг что в общем-то опасение вполне справедливо но то что началось с протестов против вот этого законопроекта стала в дальнейшем перерастать и с протесты против самой системы управления гонконгом вообще и нынешней главы территориальной единицы к рлм поскольку с одной стороны в гонконге действует вроде бы система близкая демократической та самая знаменитая одна страна одна страна две системы но китайские коммунисты и здесь подсуетились поэтому скажем за к исполнительная глава исполнительной власти в гонконге в данном случае та самая кэрри лэм она избирается назначается если угодно так называемым избирательным комитетом в еще 200 человек и который полностью контролируется из пекина и всех кого они выбирают но действительно можно сказать что они их назначают потому что это люди одобрены компартии что касается власти законодательной то там тоже довольно сложные системы которые по словам самих гонконгцев иностранцам довольно трудно понять но вот как объясняют некоторые из тех кто участвует в протестах на деле система выглядит так что половина парламентариев она действительно избирается гражданами гонконга а вторая половина избирается представителями разных корпоративных интересов которые разумеется очень сильно завязаны опять же с пекинской системой с с коммунистическим режимом здесь конечно же все мы я думаю сочувствуем гонконгцам и желаем им удачи но проблема в том что предпринимать какие-то усилия здесь довольно таки сложно потому что да игнорировать такое ну конечно же нельзя люди хотят свободы люди которые жили под флагами британии и получили представление о том что такое британские свободы теперь им навязывают коммунистическую систему и теперь они уже ищут защиты не столько у британии сколько у америки о чем в прошлый раз мы как раз немного успели поговорить и флаги и гимн постоянно звучат на манифестациях и демонстрациях но как бы нам не хотелось помочь гонконгцам увы они действительно часть китая и военные действия здесь ну как бы мягко говоря не оправданы потому что одно дело желание эмоции другое дело реальное положение вещей я думаю никто всерьез не хочет чтобы трамп все опять естественно упирается в президент соединенных штатов создавал коалицию и шел войной на китай и исходить чтобы защитить жителей гонконга увы такого не будет поэтому реплики упреки в адрес трампа они мягко говоря беспочвенно но другое дело что конечно же если президенту здесь следует сохранить спокойствие то вот организациям правозащитным пора забывать уже цепляться к израилю и обращать внимание на происходящее в гонконге я понимаю что они этого не сделают конечно но как бы то ни было и то что консервативные обозреватели и консерваторы продолжают постоянно напоминать о происходящем то это важно китайцы да ведут свою информационную войну разумеется но следует принимать все возможные усилия кроме на данный момент конечно же военных поскольку если действительно китайцы китайцы имею ввиду коммунисты китайские подавят гонконгские волнения самым жестоким образом то потом они неизбежно переключатся на тайвань тот же самый а это никому не нужно да можно конечно посетовать на то что вот гонконг отдали знаете он долгое время был принадлежал британии как я уже сказал и в общем-то решающие переговоры о переходе его китайцам они происходили кстати говоря во время героини заслуженной героини консервативного движения британии штатов тэтчер и здесь вот на самом деле достаточно противоречивые оценки потому что если все же большинство критиков даже критиков и историков сходятся на том что у тэтчера нового выхода не было и что она добилась максимально положительного результата для гонконга вот того и той самой системы одна страна да да две системы что особенности демократии капитализма в гонконге были сохранены но вот например достаточно авторитетные вхожие во все возможные невозможные спецслужбы в двадцатом веке второй половины журналист брайан крозье лично кстати с тэтчер бывший знакомым и с ней общавшийся он полагает что тэтчер на момент переговоров по гонконгу была полностью под контролем бывает такое даже усиленных людей министерства иностранных дел а но как и в соединенных штатах в большинстве стран естественно при этом преобладали сильно либеральные интересы и что как полагает крозье если бы тэтчер все-таки настояла то китайцы бы скорее всего от гонконга хоть на какое-то время отстали бы сложно сказать насколько крозье был прав потому что когда человек пишет ссылаясь на неясные неназванные источники в глубинах спецслужб но всегда возникают сомнения однако вот я вам эту версию все же привел потому что они нельзя забывать но что сделано то сделано и если тэтчер потеряла можно сказать гонконг хотя естественно переход уже был когда она ушла от 97 год вы помните но трампу как я и сказал даже при том что ему разумнее наверное сохранять спокойствие и нажимать на торговую войну конечно же ему точно не стоит быть тем консервативным президентом который гонконг потеряет окончательно а еще не дай бог и тайвань и и здесь конечно же бы очень помог тот самый союз о котором я вам уже не раз говорил и повод снова к нему вернуться это япония южная корея но и по возможности тот самый тайвань потому что китайцы могут сколько угодно чувствовать свое превосходство над западом оправданно или нет другой вопрос но перед соседями прежде всего из японии у них такой исторический страх есть и если у них возникнет опасность конфликта западными странами то китайцы скорее всего ее ну не то что проигнорируют но они поймут что западные страны все же военные дела не будут влезать японцы могут японцы даже нынешние японцы это у них никуда не делась боевой настрой и если нынешнему премьеру а бы еще удастся в конце концов конституцию изменить на чем мы тоже с вами говорили чтобы была уже нормальная армия в японии то тогда китай будет я не могу сказать что эту проблему китая полностью устранит но будет трижды раздумать прежде чем идти на конфликт союзниками соединенных штатов ну и плюс да и штатам можно будет сократить свое присутствие в регионе и тем самым еще и политические капитала и або и корейских и тайваньских политиков повысить но вот в такой ситуации к сожалению японцы с корейцами сцепились и довольно серьезно сразу по нескольким пунктам началось со с того что хотя япония и южная корея они на данный момент связаны и так и так союзники соединенных штатов но у них давняя историческая неприязнь прежде всего у южных корейцев и у корейцев вообще к японии потому что те времена после которых корейцы и китайцы японцев и боятся их все помнят и во время оккупации и во время вообще первой половины двадцатого века японцы с корейцами ну прямо скажем не церемонились и поэтому до сих пор в корейских судах те кто еще до сих пор жив они периодически выигрывают дела о компенсациях как военнопленные как так называемый рабский труд вот того самого периода сами японцы уверяют что они уже все свои долги всем пострадавшим выплатили и на очередные решения южнокорейских судов реагируют довольно болезненно говоря что это попытки посягнуть на японский суверенитет и вот так вышло что опять решение корейских судов прошли после чего япония отказалась ну нет не отказалась неправильно сказал сильно сократила экспорт ряда химикатов в южную корею которые очень важны для электронной промышленности корейской и плюс убрали корею из списка своих предпочтительных торговых партнеров обстановка естественно накалилась и то что началось вот с конфликта из-за этих самых репараций видите репарация очень неприятная вещь как она всегда вылезает и все портит перед них перешло сначала в торговую войну между японии и южной кореи а теперь и конфликт усложнился еще больше при контроле так скажем соединенных штатов еще с шестнадцатого года велись переговоры о том чтобы япония и южная корея заключили соглашение о сотрудничестве в области военной разведки это очень хорошее соглашение потому что она поможет взаимодействию вот этому военному и вообще вопросах безопасности японии и южной кореи и региону и соединенным штатам это было бы на пользу но вот теперь из-за конфликта это соглашение похоронено уж похоронено навсегда или временно сложно сказать при этом и японцы и корейцы естественно они понимают что ссориться со штатами им смысла нет и как только вот это соглашение по взаимодействию разведок она приказала долго жить на данный момент то сразу же представители и южнокорейского правительства и японского они выступили с рядом заявлений о том что вот да дескать мы друг с другом не хотим разговаривать но вот ни в коем случае это никак не должно повлиять на наше отношение соединенными штатами вот соединенные штаты нас защитят японцы плохие говорят южнокорейцы американцы хорошие они нам помогут нет говорят японцы корейцы плохие американцы хорошие нам помогут конечно очень хорошо что представители таких странных любят америка но когда они любят ее оружие деньги и солдат тоже в принципе неплохо особенно если они любят солдат но надо вообще думать о том чтобы как-то укреплять свою собственную боевую мощь и понимать что укрепление вот этого союза она на самом деле поможет очень сильно в политическом плане и японским и корейским деятелям так как внешне это покажет что они не дружат с америкой но они от нее независимы а но при этом сохранит их хорошее отношение с американской администрации если же у них получается что они чуть что бегают к америке жаловаться друг на друга ну сами понимаете таких политиков рано или поздно народ переизбирать не станет в общем-то и те и другие понимать что ситуация так себе и сейчас уже южные корейцы заговорили о том что ну ладно мы вот не будем полностью отказываться от сотрудничества но давайте американская военная разведка будет у нас посредником то есть мы сначала информацию передаем им а потом они уже японцам это конечно лучше чем ничего но сами понимаете в разведке очень часто важна оперативность чем скорее информации доходит чем лучше а если она пойдет через разведку американскую которую я люблю но который как я вам постоянно говорю все таки перегружена бюрократии то это несколько помешает тому самому альянсу который нам всем нужен поэтому ситуация на самом деле сложная и не очень приятные не для кого но мне хочется надеяться что все таки помпео он проявляет большой интерес понятно почему к этому конфликту что она как-то их помирит и то что сейчас оба встречается и общается очень хорошо с трампом ну я надеюсь тоже это пойдет в плюс я на самом деле исторически так не скромно себя упомяну симпатизирует и всегда японцам если честно хотя я отдаю себе отчет то что японцы делали на территории нынешнего китая кореи это было очень жестоко и конечно же но они за это ответили и хиросима и нагасаки тоже я знаете считаю что труман был абсолютно прав но как бы то ни было на данный момент эти разговоры о репарациях я в них смысла если честно не вижу и я считаю что южной кореи у которой под боком и психопаты севера и китай ну из-за этого конфликтовать с японией точно не нужно поэтому и японцам и мои симпатии в этом конфликте все же на их стороне трамп у него видно лучше тоже обстоят дела с оба потому что оба на самом деле политик очень умелый и уже неоднократно выбора выигрывала на его партия это как тоже мы об этом говорили он обставил прием президента в японии но это был один из лучших действительно приемов трампа за пределами соединенных штатов и понятно что в японии к нему вообще к американскому президенту отношения хорошие и я надеюсь что это отразится в конце концов и на этом японо корейском конфликте пока же мы с вами видим что трампа бы обговорили торговое соглашение вот на этой самой встречи семерки но встречу наверно потом уже обсудим пока только этот момент и хотя само соглашение оно скорее всего будет заключено в сентябре насколько я помню если ничего не изменится но уже сейчас видно что япония очень сильно ослабит то что связано с прием торговым закупками американской сельскохозяйственной продукции там будут сокращение пошлин и что от этого соглашения американское сельское хозяйство и фермеры должны выиграть очень и очень серьезно ну и япония на самом деле тоже должна получить этого очень большую серьезную пользу с их то постепенной урбанизации им вот эти контакты с американским сельском хозяйским хозяйством будут очень и очень кстати поэтому вот видите начал я с момента грустного а именно гонконга и того что вокруг него происходит далее вроде бы момент тоже не самый веселый конфликт японии южной кореи хотя именно они могут гонконг выручить перспективе тайвань но закончу вот все-таки на ноте такой оптимистической что надеюсь соглашение трампа и абы и то что между американским президентом и японским премьером сейчас очень хорошее отношение что в этом все таки какой-то некоторый залог для будущей стабилизации в регионе будет по крайней мере давайте все на это надеяться здесь я пожалуй молкну если сергей что-то добавится удовольствием передам ему слово спасибо большое добавить мне ничего абсолютно картина полная ясная а я бы хотел вот чтобы вы прокомментировали это уже не имеет отношения к встрече кипони и так далее ну вы знаете что в китае была введена некая система социальных кредитов да о том кто как себя ведет то чем дышит и так далее наверное вы знаете об этом так вот силиконовая долина наша американская пытается нечто подобное то есть копик копик от сделать с этой системы китайской ввести систему социальных кредитов у нас здесь для себя для своих то есть как я всегда говорил демократы похоже считают либералы похоже считают что произведение орвелла это не предупреждение это установка к действиям да тут мне дополнить тоже нечего я только опять другую свою любимую тему замечу что если трамп дружит с аба то байдент будет дружить с китайцами и тогда и гонконгу и тайваню и укреплению японо-корейских связей скорее всего придет конец потому что у китайцев во-первых сдается мне компромата на демократов очень много еще с той поры когда они финансировали компанию клинтона и дела байдена там тоже мутные поэтому разговоры о том что я кстати к этим еще отчасти вернусь трамп там чуть ли не марионетка путина но это мы видим не работает а вот то что байден может оказаться марионетка китая это сработает запросто вообще что касается китая и так называемой в торговой войны наши местные люди которые скажем так не питают мягко говоря не питает симпатии к президенту трампу бьются в истерике по поводу тарифов которые ввели вот у нас цены поднимутся то есть даже люди которые имеют высшее экономическое образование во всяком случае они так заявляют и говорят о том что цены просто взлетят до потолка даже если предположить что 10 процентный тариф на ту или иную продукцию будет введен и от этого возможно частично поднимутся цены то цены поднимутся не на 10 процентов потому что этот тариф составляет в той цене по которой мы сегодня покупаем малую толику я прав прав абсолютно еще извините что опять перебиваю я к сожалению не могу вспомнить фамилию этого экономиста жаль что я не могу я его него джеймс розен брал интервью не так давно экономист говорил довольно таки разумную вещь что на самом деле вот это вот торговая война она серьезно как вы верно сказали повышение цен не вызовет и серьезных проблем обычному потребителю не доставит но вот людям которые участвуют в биржевых играх еще в каких-то вот они могут на этом пострадать а так как крупные да я сейчас буду говорить может быть несколько в духе анти глобалистов но к сожалению так оно и есть очень многие крупные компании они анти республиканские анти трамповские они могут проиграть и они будут финансировать такой проект страх чтобы нагнетать страхи вот о том что все там все цены вырастут всех разорят и так далее такая вот мысль тоже есть и на мой взгляд она довольно таки здравая но абсолютно истерика во всех во всех средствах массовой информации по поводу рецессии началась буквально вот несколько дней назад и и каждый день нам об этом говорили 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 все этого не избежать то есть такая паника была собственно что и обрушила рынок но если людям там на протяжении там 24 часа в сутки со всех экранов на тебя обрушивают страшилки по поводу того что вот экономика не сегодня-завтра рухнет и вино этому вот эта война который объявил трамп китаю наверное как-то реагирует а значит все признают все демократы республиканцы все признают что китай ведет себя неправильно что китай нас обворовывает интеллектуальную собственность присваивает и так далее и так далее и тем не менее как бы ну вот то что делает трамп это им не нравится но это говорят во-первых демократы потому что понятно им нужно нарисовать отрицательную картину президента вторых него трампер и которые его ненавидят неважно что он делает не делает они его все равно будут ненавидеть но никто не предложил то есть расплывчатые выражения надо было по-другому как-то это делать надо садиться за стол переговоров как будто на протяжении десятков лет не было попыток как-то переговорить с китаем или указать ему что он ведет себя неправильно а результат вот такой результат на сегодняшний день китай представляет реальную угрозу экономическую финансовую военную угрозу в конце концов если и пожалуй что трамп единственный из из всех политиков за последние там 50 лет в сша и да и в европе кто единственный так сказать пытается остановить китай и нет чтобы сплотиться вокруг президента я сейчас говорю средствах массовой информации о политиках оба население нет чтобы сплотиться вокруг президента потому что мы обязаны остановить китай потому что последствия если его не остановить будут гораздо более серьезные нежели там скажем цен наш подъем ценно ширпотребно 3 там 2 5 процентов и так далее нет ненависть к этому человеку просто застилает глаза людям ничего не хотят ни слышать ни видеть ни понимать одна живут одной ненавистью все и средства массовой информации во время переговоров президента там с членами большой семерки не перестают лить на него грязь не перестают врать населению не перестают пугать запугивать население сделают все возможное давайте примем может быть один звонок короткий если пожалуйста добрый день господа о чем говорить если не услышали когда они лезли все в китай с этой индустрии всем остальным когда им объясняли что китай не мексика они поведут себя совершенно иначе и кричали одно и то же слово бизнес бизнес вы ничего не понимаете но вот до сих пор не чего не понимаем а если бы они понимали они бы сейчас должны были уйти из китая для того чтобы поддержать страну и оставить им то что они туда припёрли в америке сегодня огромные есть возможности потенциал для того чтобы все это быстро и легко раскрутить но ведь опять же кричат бизнес и никто ничего не делает так что у бизнесменов только эти самые значки перед глазами а то что их китайцы скоро будут жарить на сковородках себе подавать на столы на второе ну тогда заряжать тогда попросят понятно мы должны криваться спасибо за ваш звонок мы должны прерваться на рекламную паузу после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова и теперь наверное о том как сначала поссорились потом помирились президент трамп и датское королевство до история к счастью пока что вроде бы со счастливым концом но здесь мне уж не обессудь придется сделать то чего и не делал очень давно но придется а именно президента но немного покритиковать ну можете не соглашаться но тем не менее для начала я замечу что в госдепартаменте произошла одна не очень хорошая вещь которую может не все обратили внимание оттуда все-таки либеральный истеблишмент пресловутый выжил киран скиндр и он про нее рассказывал это чернокожая интеллектуалка специалистка по рыгану она за ним в госдепартаменте занималась планированием политики на это так называется ее работа а так это была практически ну интеллектуальное обоснование доктрины трампа и реализация доктрины трампа в реальность звучит примерно так но ее изначально затравили в левой прессе за ее антикитайскую кстати прежде всего позицию и в конце концов от нее избавились что конечно досадный я очень надеюсь что но она то не пропадет она уже сейчас работает над большой статьей про как раз китай и ее она на расхват в мозговых центрах но для госдепартамента это потеря я не знаю скорее всего конечно связи нет но получилось довольно таки странно что как только сильный консервативный ум из госдепартамента выжили трамп сделал две такие внешнеполитические ошибки очень серьезные сейчас объясню почему но первая может не самая серьезная первая это реплика первая для нас тех кто в москве живет для вас это не так важно это когда опять трамп обмолвился о том что надо россию возвращать в эту самую джи сколько-то там я понимаю на самом деле его позицию в западной политике увы думают что если такие люди как ким путин и иже с ними они под рукой то их проще контролировать к сожалению это не так даже для трампа и летом этим когда режим то путин затрещал тут слегка и когда по выходным наши власти стали похожи на какую-то осажденную силу враждебную к тому же жителям москвы то подобные реплики американского президента это автоматически помощь путину хотел того трамп не хотел руководствовался он самыми благими намерениями или нет но он так или иначе уж не обессудьте но говорить этого не следовало путину он помог хоть в чем то опять я не вижу здесь никаких там потайных заговоров и так далее но вот тот случай когда личная философия трампа она вступает в некоторые противоречия с тем как увы вещи действительно работают у нас в стране в россии я имею ввиду что касается дании то само по себе на самом деле покупка гренландии вещь на мой взгляд довольно таки разумная я знаю что многие аналитики ссылаются на то что это будут очень серьезные затраты потому что хотя в гренландии есть ряд минеральных ресурсов но сейчас там работает две что ли шахты только всерьез и гренландия на 56 процентов финансируется издание действительно то есть если купить остров и начать там действительно разработки всех этих месторождений то затраты будут очень серьезные насколько они разумны сейчас для америки сказать сложно с военной точки зрения это тоже гораздо более разумно даже чем с экономической более того идея покупки гренландии насколько я знаю изначально озвучил даже не сам президент а сенатор том коттон который вполне себе консерватор и сторонник жесткой линии и так далее потому что те самые китайцы о которых мы только что говорили они гренландии это интерес проявляют уже довольно таки давно и совсем не прочь там тоже обосноваться база американской тули она важная действительно гренландия для америки важнее чем да для дании тоже надо это признать поэтому сам да я сказал что коттон озвучил эту идею но как вы наверняка уже читали об этом писали на всю прошлую неделю еще Трумэн пытался гренландию купить Трумэн хоть и демократ во внешней политике на самом деле был одним из лучших президентов у него были ошибки но все таки шел он в правильном направлении необычный поэтому здесь даже пометуя вот о тех издержках которые я назвал прежде всего экономически сильные серьезные затраты но само по себе идею покупки гренландии против нее я бы лично ничего не имел а вот то как Трамп отреагировал на отказ датчан это было ну ниже его достоинства ниже его уровня на мой взгляд откровенно потому что конечно же вы можете мне сказать что представители маленькой страны должны вести себя повежливее по отношению к Америке надо ставить их на место да с одной стороны вы правы будете с другой стороны давайте смотреть на то как выглядит ситуация для датчан и европейцев в Дании сейчас левое правительство к сожалению для всех нас социал-демократы премьерша Фредриксон как раз из них хотя что интересно одним из пунктов ее предвыборной программы была борьба как раз с эмиграцией и многие отмечают что она тоже под сильным влиянием успеха Трампа так или иначе находилась но на сегодняшний день она можно и да в этом смысле для Америки было бы конечно разумнее либо ее приблизить ну считать своим другом и с ней дружить либо добиваться того чтобы ее сменили поскорее правые там новые правые моя любимая партия в Дании еще какие-то там несколько правых партий сейчас же Фредрикс она безусловно героиня посмотрите на нее она вот выступила против Америки и вот так себя показала сами датчане они тоже на самом деле обижены потому что когда Трамп опять начал считать сколько они дают на НАТО даже если он был прав то он не учел другое Дания отправляла своих людей в Афганистан и понесла там серьезные потери если вы посмотрите в процентном соотношении сколько они их отправили и сколько народу погибло Дания сейчас одна из первых стран кто изъявил желание помогать Соединенным Штатам и Британии патрулировать Армузский пролив тоже вы это слышали и Дания действительно союзник очень важный потому что они еще и контролируют остров Борнгольм такой если ну не дай бог конечно но всякое бывает в Балтийском море завяжется какая-нибудь заварушка конфликт и так далее то вот этот остров он будет едва ли не одним из главных и таким образом Дания при всей своей кажущейся миниатюрности как видите союзник довольно таки важен поэтому в этой ситуации таких вот с маленькими союзниками как ни странно это может прозвучать ну надо быть гораздо более осторожным чем сотрудниками большими хотя почему странно да всегда миниатюры требуют особого отношения потому что я сто раз готов согласиться с тем когда Трамп дает по мозгам Франции или Германии той же самой которые огромные погрязшие в своих проблемах и в вэлфэре страны которым надо постоянно напоминать что их безопасность очень сильно зависит от Соединенных Штатов и что вести себя надо соответственно потому что и Франция и Германия они могут сколько угодно себя там истерить и так далее но на серьезный конфликт со Штатами они не пойдут с маленькими странами хуже они конечно же на прямой конфликт тоже не пойдут но их надо помнить что чем меньше страна тем больше национальная гордость у датчан история довольно таки богатая они все таки союзники достойные я вам приводил примеры почему и стратегическая ценность и их и их местоположение она бесспорная поэтому если они делают то что вам бы не хотелось например отказываются продавать остров пусть даже в не самой вежливой форме ну можно им погрозить пальцем но идти на серьезный конфликт вот точно не надо и то что президент отменил туда визит хотя его приглашал насколько я помню чуть ли не королева и то что вот он высказал свою обиду ну повторяю это было абсолютно ниже его уровня так себя ну не надо было вести такому президенту к счастью здесь момент критики заканчивается у Трампа есть один момент в смысле их много но один из положительных моментов когда он видит что палку перегнул или что какие-то его слова или действия они ну мягко говоря не воспринимаются его базой и консервативным движением хорошо он всегда готов дать задний ход консерваторы если что если что они в основном довольно критически отреагировали на вот этот вот датский датское недоразумение поэтому не так давно Трамп уже заявил что все нормально с премьершей Фредриксон поговорили по телефону она отличная женщина у Дании и Соединенных Штатов все в порядке конфликта никакого нет я к сожалению не знаю не нашел я пока информации насчет этого самого визита стоя сейчас прям сразу его наверное не стоит тоже возвращать ну потому что это будет уж совсем не очень то одно то другое но вот как-то надо конечно эту напряженность компенсировать потому что из скандинавских странно вот Швеция меня сейчас несколько удручает в Дании и в Норвегии там здоровые силы имеются и наверняка и в Швеции есть просто они как-то мне не попадались так получилось в Дании и Норвегии есть партии хорошие и политики поэтому с ними надо контакт только укреплять я считаю поэтому вот момент был неприятный момент повторюсь ниже уровня сорок пятого президента но кажется все более-менее выправилось и я надеюсь что президент так или иначе его окружение все уладит и Дания останется другом Соединенных Штатов а там глядишь и вместо Фредерикса придет и какой-нибудь премьер который всем нам больше симпатичен но вот на данный момент надо конечно сгладить ту проблему которая образовалась и возвращаясь к самому началу сегмент ну скажу что действительно и в госдепартаменте конечно же надо заменять скиннер какой-нибудь сильный или каким-нибудь сильным консервативным деятелем потому что тогда вот подобные проколы президента сейчас не забывайте любой прокол Трампа вы можете его защищать вы можете говорить все что угодно в его пользу но любой его реальный прокол это к сожалению были реальные они играют на руку демократам а это нам не нужно поэтому когда я говорю что мне не нравится то что Трамп поступил так то я здесь исхожу не из своего отношения к нему из того что я заинтересован в его переизбрании и мне не хочется чтобы подобными действиями он подорвал свои шансы но пока повторяю вроде бы конфликт исчерпан принцем датским Трамп да не стал но если продолжать датскую тему и британскую классику в вопросе быть или не быть датско-американским отношениям ну пока ответ быть и это очень хорошо я считаю давайте примем если Сергей что-то добавит с удовольствием передавайте давайте примем звонок добрый день пожалуйста здравствуйте уважаемый Иван у меня как бы два вопроса первый можно ли было не отдавать Гонконгу могли ли англичане или Великобритания провести референдум или потребовать чтобы Китай возместил все затраты Варвара ну это уже факт совершившийся я не думаю что сейчас имеет смысл обсуждать поскольку а еще вопрос вот как вы считаете почему у европейцев намного более короткая память чем у азиатских стран в Азии помнят еще что было там во время войны и как бы прилагают это к современному моменту а европейцы уже забыли что что творила Россия что что Крыма еще не вернули и что идет война в Донбассе и все равно не согласны просить и принять в семерку и как говорится лишь бы только не создали их бизнес интересы вот в чем тут разница спасибо да спасибо вам но что касается первого вопроса то как я сказал люди в разведке считают что Тейчер могла все таки Гонконг спасти хотя и не пускаются в подробности но то что вы назвали ну наверное да можно было и референдум и так далее и тому подобное но это было бы очень сложно конечно теперь уже поздно об этом говорить что касается пункта второго ну здесь во первых очень серьезную роль играет то что Европа над память это вещь национальная а европейская национальность она размывалась очень долго и вместо европейцев мы имеем какую-то вообще безумную смесь не французов немцев и так далее а европейцев непонятно кого с примесью арабов африканцев и прочих людей которые озабочены велфером во всех своих проявлениях гораздо больше чем ощущением реальной опасности что касается Азии там все-таки национальная память развита гораздо больше и поэтому отчасти это как видите плохо потому что застарелая неприязнь японцев и корейцев мешает им сегодня найти друг с другом общий язык но с другой стороны это и хорошо ну потому что это правда теоретически но я в этом абсолютно уверен все же страх вот этот национальный китайцев перед Японией той же самой он скорее всего помешает китайцам применять какие-то жестокие меры к своим соседям как только Япония и Корея наконец-то подружатся и как только у Японии появится своя армия поскольку японцы не очень реагируют на призывы к мультикультурности и так далее как и корейцы насколько я знаю но японцы в большей степени то и память им вытравить сложнее в Европе вот пожалуйста сейчас там уже вообще не помнят никто они такие ни с кем они воевали ни кто их реальные враги они уверены что американцы и евреи виноваты во всех бедах вот вам и Европа к сожалению у нас есть еще один звонок но времени остается буквально добрый день пожалуйста вы в эфире здравствуйте я хотела бы вот как раз задать вопрос Ивану насчет японской армии я где-то слышала что вроде бы Трамп высказался о том что пора уже им как бы дать возможность создать армию вот если у него есть какие-то данные может ли он поделиться информацией спасибо да спасибо вам совершенно верно Трамп за то чтобы вот эта статья о конституции была отменена Трамп не первый ее хотели отменить еще Джон Фостер Даллес при Изенхауэре и и сам Никсон но сами японцы довольно долго этому противились потому что ну они помнили к чему их милитаризм привел тем не менее на данный момент это понимали и Даллес и Никсон кстати люди умные что для противостояния тогда коммунизму советскому и китайскому а сейчас китайскому и корейскому тоже армия нужна плюс это экономия для Соединенных Штатов потому что можно очень сильно сократить свое присутствие и выигрывают все кроме Китая ну Китай нас мало заботит АБ делает все чтобы добиться отмены вот этой статьи конституции я надеюсь все таки что ему это удастся потому что японская армия сильная она сейчас нужна ну к сожалению времени не осталось о Каталине Лауф наверное поговорим в следующий раз оставим на следующий раз да я надеюсь что эта девушка нас еще порадует поэтому вот мы ее оставляем обязательно о ней поговорим правда через две недели у нас будет спасибо Иван огромное и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи и до встречи